Так, я поставил таймер 9 минут, долго объяснять. Если я не успею за 9 минут, ну значит это моя вина. Но я попробую уложиться в 9 минут. Хочу поговорить о батле, который должен состояться в 2017 году, а это Оксимирон против Гнойного. Я уже смотрел Рэп Нивс и Вэс Рапа, они уже высказывали свое мнение об этом батле, Оксимирон против Гнойного. И я соглашаюсь с их мнением. Если вы не смотрели, то ссылка здесь или здесь будет. Посмотрите, ставьте лайк или комментируйте. А я хочу поговорить, именно не свое мнение высказать по поводу этого батла, а как вам сказать... Я в серверах старался найти слова, постоянно репетировал, и сказать, что можно ожидать от этого батла. И вот, начнем. Итак, если смотрели батл Гнойный и где Эрнеста Заткнитесь, это где две площадки были, я не помню, это в Санкт-Петербурге или в Москве, где Версус и Слово, и там был Эрнеста Заткнитесь и Гнойный. И во втором раунде Гнойный высказался в адрес Оксимирона какое-то свое недовольствие. И когда Оксимирон посмотрел этот батл в Ютубе, то он написал в Твиттере свое недовольствие и сразу же вызвал Гнойного на батл, который должен состояться в 2017 году. Если вы не смотрели этот батл, то ссылка вот будет здесь. Я не знаю, она сразу появится или... Ну и, короче, я сам решу. В общем, сами посмотрите. Посмотрите второй раунд. И если вам станет дальше неинтересно, не смотрите. Просто... Видите в Ютубе ролик, где Гнойный упоминает Оксимирона. Вот. И я продолжу дальше. Итак, что же ждать от этого батла? Вот. Я извиняюсь, если повторяюсь. Просто сложно одним дубляжом. Мои старые подписчики знают, что у меня сломался компьютер. Вот. Поэтому смонтировать это было бы проще. Ладно, не важно. Вот. И хочу сказать, что я не очень знаком с творчеством Гнойного. Но если Оксимирон, сам Оксимирон вызвал Гнойного на этот батл, значит, Гнойный достаточно сильный соперник. Вот. Не сказать, что слабенький, но сильный. Вот. Что же ещё можно ожидать от этого батла? И здесь важный момент. Это судьи. Значит, когда пройдёт этот батл в 2017 году, то судьи, они должны так судить, чтобы их мнение, ну, когда батл закончится, они высказали как бы своё мнение, и их мнение совпадало с мнением зрителям. Если оно не будет совпадать, то зрители будут возмущаться, как это произошло после батла Оксимирон против СТ. И многие были не согласны с тем, что должен был по суде победить СТ. Да, то есть, Оксимирон просто выдал шикарный текст, и ничего нового как бы не произошло в этом батле. Вот это судьи, я думаю, должны учесть в этом батле Оксимирон против Гнойного. Вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы мнение совпало с мнением суден. Вот. И я думаю, как бы в скором времени появится судья, который бы мог судить Оксимирона. Да, то есть, об этом говорил ресторатом. Я не помню, как этот ролик называется, но если я вспомню, то ссылку тоже оставлю, вы можете посмотреть. Вот. Он говорил, что... Ну, сам этот ресторатор, что пока нету специального судья, который бы мог судить Оксимирона. Да. Вот. Что же ещё ожидать от этого батла? Ну, если смотрели прошлые батлы, не только Оксимирона и других батлеров, то Гнойный и Оксимирон, они должны знать сильные и слабые стороны. Значит, они должны хорошо подготовиться к этому батлам. И вот. Про поводу ожидания. То есть, если этот батл ждут, то этот батл, естественно, ждут многие. То есть, Москва ждёт, Санкт-Петербург. Я думаю, ну, не то, что вся Россия ждёт, но многие ждут в России. Я думаю, в Далгопилсе ждут этот батл, в Риге. И те, кто, конечно, следит за творчеством Оксимирона. Я думаю, что этот батл ждут даже люди, которые не интересуются рэпом. То есть, они смотрят из Оксимирона, потому что знают, насколько сильный сам Оксимирон. Ну, батлер. Ну, батлер в тусе в этой. Вот. Что же ещё ожидать от этого батла? Я думаю, что Оксимирон не просто так вызывал гнойного на этот батл, который должен произойти в 2017 году. То есть, здесь не то, что хайп понесло, здесь ну, как это кто там говорил, рэпинфу или вэсрапа, то есть, то здесь я извиняюсь, что язык то здесь скрывается что-то больше, чем просто хайп. Значит, если, опять же, Оксимирон вызвал гнойного, значит, он не просто так. Значит, здесь преследуют какие-то свои интересы, как и гнойный, так и Оксимирон. То есть, это всё мы узнаем естественно на батле. Да, то есть, вот. И, опять же, если говорить про зрелищность, то если гнойный начнёт удивлять в первом раунде, во втором и в третьем, то Оксимирон в любом случае начнёт сам всех удивлять в первом и втором раунде. То есть, он будет это учитывать в том плане, что он сможет удивить как и толпу, и вас, зрителей, которые вы ждёте, естественно, этот батл, и самих судей. А если гнойный, например, он никого не удивит, или самого Оксимирона, то, я думаю, Оксимирон не захочет никого удивлять, и он выдаст тот, ну, тот уровень, который он выдавил, ну, выдал против Астен. И просто некоторые начнут опять написать, что Оксимирон, он там где-то зашкварился, или он слабенько выступил. Нет, я думаю, что Оксимирон сам решит, да, то есть, он сам во время батла оценит, ну, плюсового соперника, насколько высоки его шансы на победу. Вот. Конечно, ничего удивительного не будет, то, что Оксимирон победит в этом батле, то есть, все это прекрасно понимают, да, то есть, в этом ничего нет удивительного. А вот если гнойный победит в этом батле, то это будет интересно. Но я думаю, даже если Оксимирон проиграет в этом батле, то он ничего не теряет, как говорится, там, кто-то высказывал своё мнение, что он, наоборот, даже выигрывает. Вот. Что же ещё можно ждать от этого батла? То есть, я судьи сказал, про зрелищность я сказал, про выходы, то есть, думаю, я сказал, если не забыл, что двое соперника, они должны знать свои слабые и сильные стороны. Вот. Кто будет ждать, я думаю, если вы смотрите это видео, значит, вы тоже ждёте этот батл, который должен пройти в 2017 году. и я думаю, всё, что хотел, сказал по поводу ожидания. Вот. Если вы со мной согласны, не знаю, ставьте лайк или пишите своё мнение по поводу ожидания. Конечно, про это стоит говорить, потому что для 2017 года, для Versus, для слова и для других как бы батлер, ну, батлер-площадок это всё-таки будет большое событие, всё-таки понятно, из-за чего этот батл будет ждать Оксимирон и Гнойн, из-за Оксимирона, опять же, потому что один из самых сильных батлеров в России. Вот. Поэтому про это нужно говорить, писать, я думаю, про это будет ни один ролик снят, ни одна статья написана. Вот. Поэтому вы должны как бы, как это сказать, не то, что ждать, просто чтобы люди знали, что они могут ожидать от этого батла, да. Вот. А, по поводу просмотров я что подумал, я думаю, что этот батл может набрать теоретически где-то 10 миллионов просмотров, ну, если не больше. Но всё будет зависеть, насколько он, опять же, будет зрелищный, да, то есть всё тут зависит от Гнойного, то есть насколько он сможет всех удивить. Тут понятное дело, что никого не удивится, что Оксимирон победит в этом батле. И вот у меня таймер показывает, что 9 минут закончилось, и будем, короче, ждать этот батл, который произойдёт в 2017 году. Оксимирон против Гнойного. Всё. Я выключаю эту видеокамеру. ПОЗИЛЬНО. ПОЗИЛЬНО. РАСИТОМ